Время для новостей с Доброполя. Меня зовут Вадим Искаленко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном на сегодня. Так уложили новые дороги и оценки от строгих московских экспертов. Теперь будет работать без порывов. На улице Краснофлотской меняют водопровод. За работами следила Кира Рогожина. ГИБДД 83 года. На страже порядка. О плюсах и минусах. Профессии госавтоинспектора. В репортаже Екатерина Сегедар. В Ставрополь вновь пришла 30-ти градусная жара. Чем может быть опасно палящее солнце, расскажет Яна Лукошкина. Промышленные гиганты и крупные стройки. Эти объекты осмотрел полномочный представитель президента ВСКФО. Александр Матовников совершил рабочую поездку в Невиномысский Кочубеевский район. Первая точка завод создана еще в 70-е годы. Это крупнейший российский производитель парфюмерной продукции и бытовой химии в аэрозольной упаковке. Продукция предприятия востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Европейский Союз, Арабские Эмираты, Израиль, Сингапур, Индонезия, Мьянма. В любой из этих стран на прилавке можно встретить савропольские товары. Еще один объект, который посетил Александр Матовников, строящийся путепровод. Он свяжет две части Невиномыска. Длина моста 300 метров, а с подъездами более километра. Работы завершены более чем наполовину. Осенью по большой дороге проедут первые автомобили. Илья Захаров готовит подробный репортаж о поездке полномочного представителя президента ВСКФО. Смотрите в 21.30. Тем временем в Ставропольске новые дороги проверили эксперты Росавтодора, сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта края. Сначала инспекция смотрела главный магистралист Ставрополь, улица Мира и Лермонтова. Были проведены лабораторные испытания дорожного покрытия. Недочетов не нашли. Более того, дорожников похвалили за высокое качество. Также в поле зрения экспертов попали обновленный участок региональной дороги Ставрополь-Изобильный Новоалександровск-Красногвардейская, а также дороги Михайловский и Селестер-Марьевском-Грачевского района. Как отметили в Краевом Миндоре, во время инспекции отдельное внимание уделили безопасности движения при ремонте дорог. Обновляют трассы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А вот отдельный участок дороги в Ставрополь придется прокладывать заново. Но мера вынужденная – ремонт водопровода. Речь об улице Краснофлотской от Эльмана до Серова. Капремонта труба не видела треть века, и поэтому здесь уже привыкли к постоянным порывам и раскопанному асфальту. Кира Рогожина знает, когда людям ждать нового водовода. На часах всего 10 утра ремонтные работы здесь в самом разгаре. Пока экскаватор роет траншею для следующего участка новой трубы, в предыдущие мастера варят стыки. Действуют слаженно и достаточно быстро. Капитального ремонта этот участок водопровода не видел несколько десятилетий. Старая труба вся в латках. Порывы были практически каждый месяц. Теперь ее меняют. Материал – сталь. А вот изоляция из современных материалов. Сейчас вот из последних новых технологий – это экструдированный полиэтилен. То есть это изоляция сама по себе значительно высокого качества, чем предыдущие изоляционные материалы, которые использовались в предыдущие 20-30 лет. И долговечность трубы возрастает как минимум на 10 лет. То есть таким образом мы планируем, чтобы не менее 30 лет без аварийной работы этот трубопровод выполнить. Укладывать новую трубу отрезками по 12 метров всего заменить должны 250 метров водопроводная система. Главное условие на время ремонтных работ жителей района не остаются без воды. Пока идет укладка нового водопровода, окрестные дома питает старый. Он находится примерно вот на той стороне улицы. Как только трубу полностью уложат и протестируют, абонентов начнут переключать к новой системе водоснабжения, а старую трубу просто выкинут. Как только один участок готов, тут же начинается так называемое временное благоустройство. Благоустройство, подготовка потом будет под асфальт, временное благоустройство, засыпка околом. Стоимость этого участка водопровода порядка 4 миллионов рублей. В план на капремонт участок на Краснофлотской попал еще в прошлом году, но заменили только часть трубы. Теперь появилась возможность закончить объект. Ремонтные работы планируют завершить к концу месяца. Между тем у городского водоканала на этот год осталась еще одна крупная стройка. Второй участок водопровода от Кулакова до Дачного товарищества автоприцепы. В среднем мы за год меняем 15 километров сетей водопроводных и канализационных. То есть это по, скажем так, нашим сравнительному анализу, да, то есть это как бы хороший показатель. Мы стараемся его не уменьшать, ну, по возможности, да, бета может даже немного прирастать. Всего же в этом году качественную воду получат еще 45 тысяч жителей края. Весной правительство Ставрополье утвердило план мероприятий по развитию систем водоснабжения региона на ближайшие два года. В 2019-м на эти цели из краевого бюджета направят почти 300 миллионов рублей. Водопроводные сети построят в селе Калиновском Александровского района. А в хуторе Хорошевском предгорного района запланировано еще и строительство разводящих сетей. Кроме того, в ближайшие четыре года Ставрополье планирует привлечь более 600 миллионов рублей на улучшение качества водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Много нового о строительстве водопроводных сетей в крае узнали Кира Рогожина и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Не заплатили налоги, лишились машины. Такая участь постигла семейную пару из Шпаковского района. У супругов был собственный бизнес, но отчисления в налоговую они делать не торопились. В итоге накопился общий долг почти 300 тысяч рублей. На предупреждение приставов неплательщики не обращали внимания. В итоге арестовали их внедорожник. Не желая расставаться с любимой ласточкой, уже на следующий день супруги погасили всю задолженность. Другие происшествия в оперативной сводке. Вредная привычка потянула на уголовное дело. 52-летний житель Буденовска выращивал коноплю. В ходе обыска полицейские нашли у него на участке урожай из 25 кустов, а также вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это гашишное масло. Хозяин признался, что запрещенные растения он выращивал для себя любимого. Возбуждены уголовные дела. Хотел отомстить. Жителя Панасенковского района не поладил со своим знакомым. Чтобы ему насолить, мужчина решил его оболгать. Пришел в полицию и заявил, что якобы из его дома украли деньги. Полицейские приехали на место происшествия и вскоре вывели обманщика на чистую воду. Теперь заложенный донос. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Роковая ошибка. В Шпаковском районе лоб в лоб столкнулись десятка и уаз. Водитель легковушки поворачивал налево и не уступил дорогу. Как сообщили в Краевом ГИБДД, на месте ЧП погиб 20-летний пассажир десятки. Еще три человека. Оба водителя и еще один пассажир легковушки в больнице. Все обстоятельства выясняются. Строгий супруг. Как сообщили в Следственном комитете, 65-летний житель Кочубеевского района отправил жену в магазин за спиртным. Когда женщина вернулась, она уже была пьяна. Это очень разозлило супруга. В гневе он избил суженную ногами и лопатой. Травмы оказались смертельными. За свою несдержанность убийцу приговорили к 7 годам строгого режима. Интересно, не правда ли? Дальше тоже будет на что посмотреть. К примеру. ГИБДД 83 года. На страже порядка. О плюсах и минусах. Профессии госавтоинспектора. В репортаже Екатерина Сегеда. В Кугульте появится своя участковая больница. Когда можно будет записаться на прием? В Ставрополь вновь пришла 30-градусная жара. Чем может быть опасно палящее солнце, расскажет Яна Лукошкина. 3 июля свой день рождения отмечает госавтоинспекция России. Вот уже 83 года сотрудники этого ведомства следят за порядком на дорогах. Погони, стрельба по колесам. Это все давно. Не только сюжеты фильмов, но и будни полицейских. Екатерина Сегеда узнала о нюансах профессии. Кому-то на первый взгляд покажется это кадром из крутого боевика. Но нет. Это реальная жизнь сотрудников ГИБДД. С подобными ситуациями им приходится сталкиваться практически ежедневно. Нарушители то и дело норовят уйти от ответственности, скрыться с места происшествия, а порой и вовсе провоцируют на драку. Но патрульные всегда на чеку и готовы к любому развитию событий. Максим работает в ГИБДД всего около двух лет, но уже успел себя зарекомендовать. Молод, амбициозен. Признается, что работа не из легких. Каждый день приходится бороться с правонарушениями. Но несмотря на все это, ни разу не пожалел о своем выборе. Хочется, чтобы был порядок на дороге. Даже самое незначительное нарушение ГИБДД может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Считаю, что нужно довести до водителя необходимость соблюдения правил дорожного движения. Главное в службе – взаимодействие. Новичкам всегда помогают наставники. Александр когда-то тоже начинал с должности обычного инспектора. Теперь сам не только контролирует работу патрульных, но и помогает им. Он на страже порядка, уже 12 лет. За это время повидал многое. Говорит, главное в работе сотрудника ГИБДД – быть стрессоустойчивым и уважительно относиться ко всем водителям. Но это не всегда взаимно. В общем, люди реагируют нормально. На сотрудники ГАИ нормальные отношения, когда останавливаются. Где-то кто-то просит помощи, где-то подсказать, как проехать. В общей массе полностью адекватные водители. Но есть и нерадивые водители, которые совершают правонарушения, грубые правонарушения. Соответственно, мы принимаем меры к пресечению данных правонарушений. И, соответственно, в глазах этих водителей мы являемся не очень хорошими сотрудниками. Автоинспекторам не позавидуешь. Аварии, пьяные водители, погони – все это неотъемлемая часть их работы. Сотрудники ведомства не перестают бороться с нарушителями. Проводят и профилактическую работу. Контролируют правильную перевозку детей в машинах. Следят за соблюдением ПДД на дорогах. Также они часто и гости в школах и детских садах. Ведь к соблюдению правил нужно приучать с детства. И в таком темпе служба работает уже 83 года. Без праздника что бы вы хотели им пожелать? Хотела бы пожелать им удачи на дорогах. Побольше опытных водителей. И снисхождение к неопытным водителям. Самое главное – это, наверное, безопасность, прежде всего, самих сотрудников. И безопасность самого дорожного движения. Желаю, чтобы они были беспристрастными и честными. Уважаемые сотрудники госинспекции, поздравляю вас с профессиональным праздником, днем ГАИ ГИБДД. В этот день желаю вам самого наилучшего, здоровья, чтобы завтра и последующие дни с полными силами обеспечивать безопасность на дорогах Старопольского края. Профессию сотрудника ГИБДД можно смело отнести к разряду опасных. Ведь в своей работе они сталкиваются с абсолютно разными людьми и различными происшествиями. Поэтому от лица нашей телекомпании мы тоже хотим поздравить с их праздником и пожелать им всегда возвращаться домой. Екатерина Сегеда, Николай Попов, Старопольское телевидение. Жительница края узнала судьбу своего дяди без вести пропавшего Великой Отечественной. Московские поисковики передали ей медальон солдата. Останки нашего земляка Петра Черняка и еще нескольких воинов красноармейцев обнаружили во время международной экспедиции на территории Польши. Солдат захоронили там же, но личные вещи Старопольского бойца вернулись на родную землю Варсгир. В 1921 году в этом селе родился будущий герой войны. И там сегодня живет его племянница Наталья Черняк. Родственницу разыскали поисковики. Долгие годы семья считала Петра Вастильевича без вести пропавшим. Племянница передаст медальон дяде в сельский музей, чтобы каждый мог узнать о подвиге погибшего герой Старопольца. Весенту как бесплатно научат плаванию и безопасности на воде. Занятия на городском озере ведет пенсионер Виктор Басурин. Мастер-классы будут проходить каждую неделю с понедельника по среду до конца августа. Желающих взбодриться приглашают на спорт утро к 9.00. Еще больше новостей из разных уголков края в обзоре. В селе Курсавка благоустроят аллею по улице Красной. Сейчас работы на объекте уже начаты. До конца текущего года здесь расширять пешеходную зону, уложат новую тротуарную плитку, установят бордюры, фонари и скамейки, обустроят новые клумбы и зону отдыха. После проведения всех работ в будущем на аллее планируют оборудовать воркаут и детскую площадки. Появится и аллея памяти. В Кугульте начинают строить участковую больницу. Ее площадь составит более тысячи квадратных метров. Новая больница сможет принимать до 100 человек в смену, а стационар будет способен разместить до 15 человек одновременно. Также в здании оборудуют отделение скорой помощи и дневное отделение, оснастят детскую и взрослую амбулаторию, обустроят кабинеты врачей. Выполнение строительно-монтажных работ рассчитано на 2019-2020 годы. В школе Невиномыска к 1 сентября появится новая крыша. Кровля не менялась с момента постройки школы с 1980-х годов. Около 3000 квадратных метров кровли заменят за счет краевой и муниципальной казны. Всего на проведение капитального ремонта направили свыше 8 миллионов рублей. Пока строители снимают старое покрытие, но уже к началу учебного года работы завершат. Новая крыша будет отвечать всем современным требованиям. В Пятигорске пройдет международный фестиваль академической музыки. В этом году его посвятят 500-летию памяти Леонардо да Винчи. Жители и гости Пятигорска ждут концерты симфонического оркестра, оперные постановки, литературно-музыкальные циклы и вечера органной музыки. Помимо этого выступят и народные ансамбли. Откроется фестиваль 5 июля в 19.00 в Лермонтовской галерее. И продлится он до 5 августа. Палящее летнее солнце – это не только витамин D, но и масса открытых опасностей. Особенно это касается любителей позагорать. Они наиболее подвержены такому заболеванию, как меланома. Рак кожи, вызванный ультрафиолетовыми лучами. Как защитить себя и близких от этого заболевания, расскажет Яна Лукошкина. Все мы знаем, что загорать можно либо в утреннее, либо в вечернее время. А солнечный ожог – это не только больно и некрасиво, но и вредно. Однако чем именно опасен этот ожог, знает далеко не каждый. Наверное, поэтому многие игнорируют правила нахождения на солнце. На часах 13.00 – самое опасное время. Вероятность получить солнечный ожог максимальна. Однако здесь, на Комсомольском пруду, десятки загорающих. Вы понимаете, у меня тело бледное на самом деле. Я как раз-таки хочу позагореть немножко. Если будет ожог, ничего страшного, либо был оттенок, изменился. Вы не боитесь солнечных ожогов? Не знаете, чем они сливают, чем грозят потом? Бывают ли какие-то заболевания? Нет, смотали на морщик. А мы назло всем. Чтобы вы подошли, у меня спросили. Вот девушка стоит рядом, тоже загорает. А не боитесь солнечных ожогов? Я уже обгорел. Человек южный, смуглый. Я солнца не боюсь. Однако стоит вам еще в детстве пару раз сильно обгореть, и вы в зоне риска. Вероятность появления меланомы увеличивается в несколько раз. Меланома – это злокачественное новообразование кожи, которое чаще всего происходит за счет перерождения так называемых родинок или родимых пятен. Это происходит в следствии того, что люди, особенно сейчас летом, много загорают на солнце, не соблюдая элементарных норм. Вот эти вот наши родимые пятна начинают видоизменяться. Допустим, из плоской становится более выпуклой или меняется ее цвет. Если вы заметили, что ваша родинка изменила размер, цвет, стала кровоточить или имеет неровный контур, незамедлительно обратитесь к врачу. Само это точно не пройдет. А чем раньше будет выявлена меланома, тем больше шанс на ее безопасное удаление. Самые запущенные случаи могут привести к компутации или даже смерти. Вот так выглядит переродившаяся родинка. Сначала она была пятном, потом стала расти. По словам этой пациентки, изменения на коже начались полгода назад. Но женщина не спешила к врачам. Думала, ничего особенного. Пока родинка не начала кровоточить. Диагноз онколога – меланома. В данной ситуации уже намечены примерные края оперативного вмешательства. Видите, что приходится довольно-таки много удалять кожу. Ее местными тканями укрыть не удастся. В связи с этим придется брать кожу с живота, свободный кожный лоскут, как говорил Станин Славитович, и его сюда пересаживать. Спровоцировать появление меланомы также могут и механические повреждения родинок. Например, если они постоянно натираются одеждой. Но это не самая распространенная причина. Основной поражающий фактор – солнце. Поэтому в нашем южном крае в самые жаркие часы от него нужно прятаться. Загорать можно до 11 утра и с 4 до 6 вечера. И обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Яна Лукошкина, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Ну, кстати, советы специалистов сейчас очень актуальны. Жара вернулась на Ставрополье. По прогнозам синоптиков, воздух может прогреться до 36 градусов. Такая же картина будет и в четверг. В краевой столице погода обещает быть чуть прохладнее, чем в среднем по краю. Максимум до 34 градусов. Не спасет в эти дни ставропольцев и наш знаменитый природный вентилятор. Ветер. Его скорость не превысит 8 метров в секунду. Осадков сегодня также ждать не приходится. Однако уже в четверг синоптики все-таки прогнозируют дождь. Тем временем в северо-западных районах края с 3 по 5 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность. Подробнее о погоде через несколько секунд. Я раз с вами прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин